Добрый вечер. С Сергеем Васильевичем мы были хорошо знакомы, часто беседовали. Это был очень непорядный человек с судьбой сложной, такой интересной. Я очень любил слушать его фронтовые рассказы, когда он совсем юным, гавористом сражался на контактах Великой Отечественной войны. Это очень интересное явление, гавористы Великой Отечественной войны. Но, тем не менее, это так и было. Рассказывал мне о своей встрече с знаменитым Калашниковым, которого автомат Калашникова создал. В то время он тоже был такой молодой человек, который ремонтировал полонные боевые автоматы. У него такая походная мастерская была, там они и познакомились. Как видите, очень интересная судьба. Но после, скажем, окончания войны Сергей Васильевич поступил в Суриковский институт. Это очень такая хорошая была тогда школа. Вот, там действительно в то время был большой коллектив преподавателей, глубоких преподавателей. Вот, и Сергей Васильевич успешно начал учебу, но вот он, к сожалению, говорит, ну, пришлось там семья, дети. Я на себя помню, все смотрят. Семья, дети пришлось, говорит, да, работать. Но он, видите, опять вот новый поворот такой, он вернулся в Екатеринбург, и вот здесь вот так, в Свердлос. Здесь он стал одним из ведущих художников нашего художественного фонда. Он работал, создавал и монументальные, формительские работы, и живописью занимался. Ну, знаете, живопись в то время, она была такая, ну, непродаваемая, что ли, там, непопулярная народа. Так вот получилось, что живопись была такая выставочная, вот, выставочная. И это было жалко. Но тем не менее Сергей Васильевич работал председателем художественного совета нашего салона художественного. Знаете, крупный такой вот салончик там вот на матре. То есть он очень строгим был председателем художественного совета. И вот ему очень сложно было, знаете, попасть туда, вот, на продажу. Он посмотрел на работу, придетчиков, они там выносили вердикты, это не берем, это низкие художественные качества. Там, конечно, он такой вот, непростой человек в этом плане. Вот многие даже обижались на него, обижались на него, не взял работу. То есть, понимаете, контроль был, да, за качеством. Ну, что касается вот целого его творчества, вы знаете, вот есть, вот сейчас вот у нас какая-то немножко странная живопись. Она разная бывает, интересная и чем-то интересная. Ну, вот если его общую характеристику взять в живописи, я думаю, что можно таким словом какой-то появилась новая наука. Она называется вот сценология, но сценология – это асценация обольщения, да, искусство обольщения. И он, думаю, художники, они как-то там вот эмманентно, то есть внутренне, да, вот восприняли вот эту систему обольщения. Вот понравился обязательно там, да, потребителям живописи. И это создаёт немножко такой пёстый характер современной живописи. И как-то вот почему-то влияет на глубину, на содержание. Вот то, что есть у художников вот фронтового поколения, вот Сергей Васильевич и других художников, у них есть глубина, вот, умение увидеть сущность, вот, как Татьяна Юрьевна сказала, да, вот здесь, увидеть суть пейзажа, вот, создать такую серьёзную гармонию, серьёзное отношение к тому, ну, я бы назвал симфону. Симфонии природы, вот, ну и, в общем-то, умение быть индивидуальным. Сергей Васильевич обладает очень чётко-таки выраженным индивидуальным почерком. Я думаю, что его работы до сих пор, они, ну, как бы приобретают ещё качество художественное, всё выше и выше эти качества становятся, всё ценнее и ценнее, ведь я о коммерческой составляющей говорю, да. Я думаю, что, вот, ну, сама выставка, она, ну, настолько хороша, что она настолько глубока, что она действительно возвращает нас к настоящему из-за нашей встречи. Спасибо за внимание, я вас заболтался. Спасибо, Александр Владимирович. Дамы и господа, подробнее предоставить слово Екатерине Долговой, журналисту. Спасибо, нескольких слов просто от зрителя. До этой выставки я видела работу Сергея Володжеева только в интернете. И даже вот в этом небольшом изображении, которое показывает на экран компьютера, или ещё менее того, тогда уже было понятно, какие замечательные, интересные работы. Поэтому особое спасибо за приглашение на эту выставку. Мне кажется, что действительно очень важно, уже как мы говорили, что она открылась накануне 9 мая, потому что, судя, по крайней мере, по воспоминаниям Сергея Володчарева, который журнал «Урал» опубликовал в 2012 году под рубрикой «Художеские фронтовики», война имела для него колоссальное значение и влияла на него страшно. Я прочитала эти коротенькие воспоминания, но они очень, очень честные, без всякого пафоса, без приукрашений, и показывают весь ужас и страх, который и он, как любой нормальный человек, пережил там, как он это всё воспринял, воспринял. Начинается они с того, что в детстве у меня было две мечты – стать лётчиком или художником. И потом он записывает, почему он передумал стать лётчиком. Когда у него на глазах упал самолёт, и лётчик вместе с самолётом утомил в болоте, и так по художеству он там пишет. Но это зависит, конечно, с его слов, что только раздался пуль, и красное пивно распилось на чёрной поверхности болота. И ещё он там замечает, что почти 20 лет он не мог перебороть в себе вот то, что осталось от убийства, от войны, от всего, от этого. И, ну, вот, наверное, может быть, узнает это больше, гораздо, чем я прочитала в журнале. И я бы хотела сказать, что мне кажется, вот вторую мечту его быть, да, лётчиком или художником, лётчиком не захотел, а художником прекрасным, настоящим стал. Это, может быть, то, что и помогло пережить и жить эти тяжёлые воспоминания, потому что живётесь позитивно, так или иначе, даже если сама нас содержит в себе трагизм или ещё что-то такое. Это работы, которые живут так долго. Поэтому спасибо. Выставка тоже прекрасная, присоединяется. Единственное, что, а может быть, в следующий раз портреты. Какие портреты потрясающие? Ну, здесь тоже было парочку. Спасибо. Спасибо. Вообще, когда вот смотришь на эти работы, сразу понимаешь, что всё-таки мы очень мало знаем о том, что у нас есть. И вполне достойно, вот даже вот всё, что здесь в небольших количествах, как я понимаю, выставлено, это уже достойно отдельного музея. То есть работа настолько высококачественная, настолько проникновенная, настолько особая, запоминающаяся со своим почерком, со своим вселенским ощущением, что очень жаль, что к ним нет постоянного доступа. Это на самом деле мог бы быть очень красивый и элегантный проект. И нужно как можно больше говорить и об этом художнике, и о его совершенно замечательном наследии. Он вообще принадлежит к тому особому поколению фронтальков, которые смотрели на мир, как вот говорят, с особой такой усмешкой. Это была очень такая своеобразная улыбка, которая у них появлялась на лице в момент опасности. То есть их мало чем нужно было напугать. Они уже видели такое, что, и знали такое, что нам, как я понимаю, понять не дано. И пережив вот это, получив вот эту закалку, они смотрели на мир уже совершенно по-другому. Они действительно умели ценить каждое мгновение, они умели ценить каждую травинку, каждый цветок, стук каблучков женщины, завиток волос, который бьется, сосульку, которая вдруг начинает капать и предвещать весну, рассвет, реку. И вот эти работы, заметьте, они очень вдумчивые, они очень подробные. То есть человек как будто старается растянуть мгновение в вечности, потому что он знает цену этому мгновению. И на самом деле вот на этих работах лежит вот этот отпечаток вечности и отпечаток такого классицизма, они как бы подернуты вот этим вот дымкой этого классицизма. Замечательная выставка, спасибо, спасибо, Светлане, за то, что она предоставила нам возможность прикоснуться к этой личности. Спасибо. Я очень благодарна вам за эти добрые слова, добрые, изумительные слова Бабы Сергея Васильевича. Спасибо большое за вашу память. Спасибо за ту оценку, которую вы даете память в мою почту. Хочется, чтобы эти работы продолжали жить. Папа, у меня был самый хороший. Спасибо. Ну и несколько впечатлений. Вот когда, да, конечно, интернет, он есть, интернет, да, картинка там есть разного качества, разного размера. Что-то еще сохранилось, что-то, слава богу, уже находится в хороших собраниях. Тем более, что работы находятся во многих музеях не только нашей страны, слава богу, но и и в рубеже, и ближнего, и дальнего. Но вот когда мы приехали, вот эта вот девочка, едущая через весенние лужи, вот, даже вот сейчас, когда он уже переходил, когда я ее видел. То есть работа настолько знакомая и памятная. Вот. Ну и вот такие впечатления от родного города, города, которого уже нет, по сути дела. От него остались только точки, кроки. Река и сеть слава богу дезинспортирована. Восприятие родного Урала, видение, очень мощный, вот этот вот лес, который вот, ну, ни на одну стену не мог лечь, рядом с другими работами, потому что это лес. Это мощь, этот аромат, это солнце, которое через него идет. Ну, это вот такие мои, извините, эмоциональные впечатления. Я от имени галереи, от тех, кто работал с выставкой, искренне благодарю вас всех за то, что вы пришли. За сим, торжественный момент перевязания ленточки, и мы объявляем выставку открытой. Общайтесь, смотрите, потому что вот у нас работа, беседность, и не уже четвертый день, но все равно хочешь чего-нибудь, чего-нибудь до них находишь.